С какой скорости накануне вечером ехал владелец «Жигулей» пока точно неизвестно. Но для того, чтобы покалечить двоих пешеходов, большого разгона и не потребовалось. Удар пришел всем людям под ноги, они отлетели на капот, а после своими телами вышибли лобовое стекло. Сергей не помнит сам момент удара. Говорит, он со своей девушкой стоял на обочине дороги. Хотели перейти проезжую часть. Лиховушку видели, и Сергей уверен, водитель должен был видеть их. Как бы не увидеть, насколько просто невозможно. Даже не пытался затормозить, я не слышал ни визы тормозов, ничего. И все, я очнулся уже метров 15 от места ТП. У Сергея сотрясение мозга и перелом ноги. Врачи обещают, недели через две выпишут домой. Его подруги Юлии пока не могут пообещать ничего. Девушка получила травму более тяжелую, повреждение шейного отдела позвоночника. Мы согласовали дальнейшее лечение и ведение со специалистами 4-й городской травматологической больницы. И завтрашний день переводим ее на дальнейшее лечение туда. Алексей Саницкий – тот самый водитель, который чуть не угробил молодую пару. С самого момента аварии он, как мантру повторяет, сами виноваты. Где-то они, может, бухали, где-то еб***ь, может быть, и они выбежали. Ты что болтаешь? А что мне болтать? Я правду говорю. Ты ревил, ты что? Да у меня какая разница? На лице мужчины синяки. Это уже постарались односельчане. Градус народного гнева зашкалил, когда выяснилось, Сергей был за рулем под градусом. Впрочем, он и сам не отрицает. Выпил. Я честно им сказал, да, я выпил две рюмки. Две рюмки. А вот. Сто-граммовые, да. Самогонки. Автоинспекторы говорят, накануне виновник ДТП рассказывал, что выпил едва ли не бутылку. Вчера он вообще охотно общался с людьми в форме, видимо, из благодарности. Ведь инспекторам пришлось буквально отбивать неадекватного водителя у разъяренной толпы. По настрою людей, так как это в основном были все родственники, был бы на строю людей очень серьезный в отношении него. То есть они бы могли его покалечить достаточно хорошо. Я ему делал удары. Говорил, это за Юльку, это за Сергея. Я вчерашний день, я думал, я его вообще убью. Ольга вспоминает, она и еще полтора десятка односельчан не стеснялись даже людей в форме. Она сама пыталась штурмом взять патрульную машину, где прятали виновника трагедии. Ведь все село Григорьевка знает, этот водитель запойный. Ольга слышала, что уже и на федеральном уровне обещают сурово карать нарушителей под градусом. Но ей все равно. Ольга решила, пусть ленчевать пьяного водителя не дали, но мстить-то ему никто не помешает. Я ему сразу сказала, уезжай. Все равно житья не будет. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время.